Микс Ньюс Добрый день, доброе утро. Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. Это Анастасия Смоловская в студии, звукорежиссер Евгений Копейн. И на прямой связи по скайпу у нас сегодня министр внутренних дел Сандес Гиргенс. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорим мы сегодня понятно о чем. Все о том же, о пандемии COVID-19, о ее влиянии на все процессы, которые затрагивает Латвию. И не только. Об этом в ближайшее время мы будем говорить. Вы можете нам звонить 67212-93-9, 67213-93-9 и писать в WhatsApp 2306191. Ну а начнем, может быть, с общей статистики, что на сегодняшний день у нас, мы знаем, что полиция работает в усиленном режиме. И, в общем-то, все оперативные службы сейчас тоже работают в состоянии чрезвычайной ситуации. Работа не уменьшается, а увеличивается. Что на сегодняшний день мы видим? И количество полицейских больше на улицах. Просто пройдя по улице, видно, что их действительно стало больше. Именно так. Но я хотел еще сказать, что COVID никак не отменяет нашу обязанность выполнять и другие основные функции, как расследование других уголовных дел. Так что, в принципе, мы работаем и делаем большой объем работы. Об этом, да, мы тоже позже поговорим, что действительно не отменяет и преступлений ежедневных. Но если говорить именно о последнем месяце, ну вот о том моменте, когда была объявлена чрезвычайная ситуация, были введены штрафы, достаточно строгие штрафы. Мы знаем, что был даже выписан штраф на 2000 евро. Это единожды было или уже есть информация, было ли несколько раз такой самый большой счет, штраф применен? Да, ну с тех пор, как в стране объявлена чрезвычайная ситуация, полиция совершила более 45 тысяч превентивных проверок. То есть мы видим, что в сутки мы производим более 2000 превентивных действий, начато более 800 административных дел. Объемы наказаний, они разные, они колебаются, скажем, между двумя до 2000 евро. Но самые большие штрафы, в принципе, наложены только тогда, когда люди, в принципе, повторно не соблюдают конкретные ограничения. Но в среднем это размер административного штрафа 54 евро, можно сказать так. Это средний, если вложить самый маленький и самый большой, правильно? Ну именно так, но самое главное то, что мы делаем акцент на превентивную работу, то есть государственная полиция и муниципальная полиция. Ну хотя и муниципальная полиция это не ответственность Министерства внутренних дел, но мы сотрудничаем. Что касается госполиции, то мы пытаемся разговаривать как-то с людьми, указывать, что нельзя делать. Ну в принципе, это превентивная работа. И только тогда, когда мы видим, что в принципе не соблюдается, скажем, то, что хотят полиции объяснить, тогда в принципе ничего не остается, как начинать административный процесс. Чаще всего это самый маленький штраф от 10 евро для того, чтобы предупредить человека, если слова не помогают? Не, ну во-первых, это слова. Господа, пожалуйста, соблюдайте правила. Если нет, тогда может быть начат административный процесс. Ну, как я уже говорил, бывают и очень агрессивные экипажи. Как видите, и в Фейсбуке там есть разные видео, когда там кричат на полицию и так далее. Ну, это неправильно. Я считаю, что нужно общаться нормально, цивилизованно. И тогда уже этот кризис более-менее проводим. И надеюсь, он закончится. Что с надзором за людьми, которые приехали? Им предписано соблюдать самоизоляцию. Вначале была некоторая путинница. Путали и смешивали понятия самоизоляции и карантина. И были вопросы к тому, как это соблюдается. Как следят за теми, кто прилетел спецрейсами? Должны ли они сидеть дома? Как на сегодняшний день проходит вот этот надзор за людьми, которые должны соблюдать правила самоизоляции или сидеть на карантине? Ничего не изменилось. В принципе, если люди приезжают и пересекают границы, они должны соблюдать самоизоляцию 14 дней. И также должны соблюдать самоизоляцию и следовать указаниям врача, те, у которых есть констатирован диагноз COVID-19 или их контактные персоны. Уже пару недель, в принципе, мы помогаем и медикам над надзором, полиции и муниципальной полиции. И конкретно это большой ресурс, который, в принципе, помогает следить за порядком и, скажем, не делает эти превентивные работы. Объем очень большой. Правильно ли мы понимаем, что если человек приехал, он сидит на самоизоляции, в любой момент, в общем-то, к нему может прийти полиция с проверкой на месте он или нет? Ну, да, потому что передается данные на люди, которые пересекают границу. Я извиняюсь, пограничники уже произвели более 50 тысяч анкетирования. Это очень большой объем дат. Они передаются СПК, АЦ и госполиция. Госполиция в Риге, аналитическая группа, передают дальше эти все данные. И дальше уже по привитивным планам можно подъехать, попросить у человека подойти, скажем, к окну или позвонить и спросить, находится ли он дома. Но еще раз, мы никак не делаем какой-то тотальный контроль. Мы хотим, чтобы были нормальные, хорошие отношения между гражданами и полицией. И это только сотрудничество может помочь нам пережить это время. Как выбираются люди, к которым, например, приезжают с проверкой, посмотреть, как у них дела, назовем это так? Это как-то выборочно или хаотично, или есть какой-то метод? Ну, в службах безопасности внутренних дел не может быть хаос. Есть только планы и алгоритмы, и по ним мы и работаем. Мы знаем, что выделили дополнительные деньги для того, чтобы были дополнительные выплаты в этот период за работу, которую проделывают службы внутренние органы. И вот мы знаем, что у медиков уже это прослеживается, и они об этом говорят, что да, дополнительные деньги выделены на доплаты, но дело в том, что сложно понять вот эти критерии людей, которые работали непосредственно с зараженными COVID-19, или, например, у них просто нагрузка выросла, потому что кто-то работает там дополнительно, дежурит. Как эти критерии, например, в полиции? Кто будет получать эти доплаты и в каких объемах? Ну, во-первых, я хотел бы акцентировать, что именно почему мы просили, это была инициатива Министерства внутренних дел, в том числе моего, бюро и моя, потому что у полиции, у пограничников, у пожарников и служб безопасности и другие, это большой моральный груз, и, в принципе, они работают сверхсрочные часы, и работа включает риск быть зараженным. Это объективно. И потому, так как я вообще считаю, что любая страна держится на образовании, на безопасности, на здравоохранении, это наш, как говорится, позвоночник. Мы не можем разделить ни учителей, ни медиков, ни службы безопасности и работников Министерства внутренних дел. И потому, так как эти люди, как вы сами сказали изначально, они на улицах работают, мы считали, что не 50%, а до 20%. Мы хотели попросить у государства, и правительство поддержало эту нашу инициативу. И была предусматрена зарплата в объеме 2,6 миллионов евро, которая не перевышает 20% от ежемесячной зарплаты у конкретного работника, который работает именно с COVID-19. И было ограничено времени по март до 31 мая. То есть мы говорим только именно на 3 месяца, а не каждый месяц. Ну так что, в принципе, я горжусь своими работниками Министерства внутренних дел и наших... Ну я, на самом деле, серьезно, я всеми горжусь и спасибо всем, которые сейчас помогают нашему обществу и медикам, и они это заслужили. Если вот вы упомянули уже человеческий фактор, были ли люди, которые просто по-человечески понимают, что, например, это не их смена, не их рабочий день, но они выходили на работу или спрашивали, надо ли как-то помочь, потому что там видели, что объем большой, и вначале, когда, может быть, не все упорядочено, нужна дополнительная помощь? Ну, конечно. Вы же... Я еще раз говорю и повторяю, что они работают даже сверхсрочные часы. То же самое мы в эту доплату не включили пожарников, ну, потому что там только полиция, пограничники, служба безопасности, но то же самое эти пожарники, работают сверхсрочные часы, они тоже оплачиваются, но по другому принципу. А самое главное, что мы не платим, непонятно почему, кому, это не предназначено для начальников, скажем, как там такой стереотип, это именно тем людям, которые действительно работают и нам помогают. И дополнительно хочу сказать, что с государственным канцелярием мы выработали тщательные критерии на выплату. Так что я думаю, такая ситуация, как с медиками, которые там в соцсетях, что 50 центов получить, ну, в наших органах так не будет. Как происходит, если возвращаться к надзору, какие вы уже выявили проблемные точки? Мы знаем, что с молодежью были проблемы изначально, что не хотели молодые люди, подростки, особенно сидеть дома и соблюдать вот это ограничение на сбор до двух людей и дистанцию 2 метра. Сейчас вы видите, с кем сложнее всего договориться, кому чаще всего те же замечания делают? Да, во-первых, опять же, самое главное, что мы не работаем, скажем, по своим только планам. Это чрезвычайная ситуация, когда она закончится, она, самое главное, зависит от решений эпидемиологов и от Министерства здравоохранения. То есть, как они скажут, что нужно соблюдать, что не нужно соблюдать, ну, и такие решения будет принимать правительство. Что повседневно мы видим, конечно, не можем выделить конкретную, скажем, возрастную группу, которая не соблюдала бы установленные ограничения. Ну, скажем, в основе, конечно, это молодые ребята, ну, и так понять, что детям все время сидеть дома, они хотят бегать, заниматься спортом. Я тоже считаю, если соблюдается дистанция, они могут выходить на свежий воздух, заниматься спортом. Если все время будет сидеть только, скажем, около компьютера дома, ну, и родителям трудно, и детям трудно. Так что, в принципе, законодательство, сейчас это постановление Кабинета Министров не запрещает выходить из дома, но просто соблюдаем дистанцию, а те, которые, конечно, должны проводить дома эти 14 дней, для них это обязательно, они должны соблюдать это правило. Есть еще одна такая больная точка, наверное, в Риге, чаще всего они ее упоминают, это, например, центральный рынок, где по традиции большое скопление людей в общем и большое скопление пожилых людей, то есть самой группы риска, получали ли вы вызовы с таких вот торговых мест для того, чтобы приехать и как-то разобраться, потому что люди не соблюдают установленные правила? Ну, как я уже говорил, в целом в сутки мы обрабатываем более 2000, скажем, таких, ну, отрабатываем превентивных действий, в том числе вызовы людей, которые звонят на телефон 110 и присылают информацию на email госполиции, там включается информация о людей, которые, возможно, не соблюдают 14 дней или же делают, скажем, там, частные какие-то мероприятия, которые, ну, не соблюдаются правила, которые я утвердил прежде в этом нашем разговоре. То есть мы выезжаем на те места, где и сами по своим планам, и там же, где люди указывают, и не только мы, но и муниципальная полиция. Ну, так что, в принципе, это очень большой объем работы насчет реагирования. По поводу юридических лиц хотелось бы узнать, мы слышали про вот этот максимальный штраф для физического лица 2000 евро, был ли выписан уже самый большой штраф для юридических лиц, или они стараются сделать так для того, чтобы все было соблюдено? Ну, как я говорил, да, мы следим не только за общественным порядком, но и следим, чтобы были соблюдены правила в публичных местах и местах торговли. но, опять же, основной это диалог, то есть, не должна быть такая ситуация, когда полицейский приходит и первое, что он начинает вынимать протокол, начинает выписывать штраф, это не так. и мы видим, что изначально те же самые юридические лица, которые, ну, там, кафе и другие, которые тоже заинтересованы соблюдать, они стараются соблюдать, то же самое в торговых центрах, вы видите, даже в Министерстве внутренних дел и Министерство экономики сделал все, чтобы были эти озвучивания, предупреждения, они происходят, дальше были там ленты, которые тоже люди должны соблюдать на два метра, установленные другие, ну, скажем, ограничения, которые помогают нам соблюдать, то есть именно только тогда, когда мы видим, что повторное или больше там не соблюдается, тогда, да, ничего не остается, как выписывать штраф, но я еще раз говорю, на данный момент составлено, ну, по крайней мере, госполиции, я не знаю, как у муниципальной полиции, примерно 800 протоколов, это не очень много, сравняя с тем, насколько мы выезжаем по вызовам, то есть мы видим, что более-менее и люди, и юридические лица стараются соблюдать эти ограничения. Сейчас время таких не самых простых решений и творческих решений, в том числе, и как раз-таки от Министерства внутренних дел, одно из таких решений, которые быстро как-то все смогли договориться обо всем, это использование конфискованного спирта для того, чтобы производить дезинфицирующие средства. Как быстро удалось договориться без трудности ли о таком решении, будет ли в дальнейшем такая же практика, например? надеюсь, что практика не продолжится, потому что это зависит от объема контрабанды. Если контрабанды нет, значит у нас этого спирта нет. Если нет, то есть или мы не нашли, или мы хорошо работаем. Правильно? Так должно быть. так как мы видели, что было постановление о конфискации, объема конфисцированного этого спирта, мы, наш бюро, посчитали, что не нужно тратить государственные деньги, мы можем отправить на экспертизу и эти средства дальше распределять между органами внутренних дел. У нас в резерве осталось еще 5 тонн. Изначально, конечно, было нет, ну как и по другим вопросам. Мы очень много видим, что мы, не знаю, или это только нам так кажется в публичной сфере, мы обычно сталкиваемся нет, невозможно, поговорим и так далее, и так далее. Мне нравится, что у меня есть профессиональное бюро, люди, которые работают на результаты, я сам работаю на результат, если я вижу, что что-то могу сделать лучше, более эффективно, тогда мы это делаем. Да, мы это сделали, уже все в порядке, распределили, дальше будем смотреть, если будет, объем будет, если не будет, не будет. Ну и под другим позициям мы все время смотрим, как, в принципе, сэкономить денежные средства, чтобы их отправить или на зарплату людям, или на модернизацию. Вот по поводу контрабанды, сейчас в условиях, когда границы, в общем-то, закрыты с одной стороны, открыты только для торговых машин, для грузовых машин, что сейчас с контрабандой? Все продолжается. Все равно. Все продолжается, конечно, но вы же сами видите, Министерство внутренних дел сделало изменения в уголовном законе, чтобы предусмотреть более строгие наказания в отношении торговли с контрабандной сигаретами. но вот эти изменения, как всегда, застряли, мне кажется, сами Сюриды Ска, комиссия. Ну вот и спрашиваете, кто в этой комиссии работает, почему они не считают, что в это время нужно быстро принимать изменения в законодательстве. То есть, я вижу, что государство не особенно борется с экономическими преступлениями в таком виде, как контрабанда. Ну, я надеюсь, что ситуация изменится, что нас будет слушать и будет приниматься изменения в законодательстве и в том числе будет укрепляться и пограничники, и границы. И, конечно, госполиции. Если говорить о средствах и модернизации, которые вы тоже упомянули, сейчас есть какие-то закупки, которые проводятся для того, чтобы, не знаю, те же термометры, для того, чтобы проверять на границах температуру? Про теплокамеры говорили, но, правда, потом тоже и вы в том числе говорили, что это, наверное, не самое эффективное средство для того, чтобы проверять. Ну, во-первых, самое главное это тестирование, чтобы, как и все страны, которые борются с эпидемией, это возможность не только, скажем, те, которые найдены люди или обращаются, чтобы большое количество людей было протестировано, которые считают или, возможно, они, ну, болеют этой болезнью. Это самое главное. Второе, что я считаю, нужно производить в дальнейшем то же самое тестирование на границах, внутренние и внешние. есть экспресс-тесты, которые, и они доступны, их нужно закупать и их нужно предоставлять на границу. Почему риск большой будет? Потому что этот чрезвычайный случай, я считаю, он будет продолжаться до какого времени, но в том числе один из рисков, моментов риска это дальнейшики. Они тоже приезжают из таких стран, как Испания, Италия, потому что не должно приостановиться международная торговля, ну и нам нужно их этих водителей как-то поберечь и установить у него есть уже какие-то проблемы или нет. То же самое касается для тех, которые как репатрианты приезжают. Не то, чтобы их осудить, я еще говорил, это, ну, они наши соотечественники, мы просто хотим им помочь, чтобы уже понять, у человека есть какой-то риск или нет, какой-то, да, 14 дней, но бывает такая ситуация, он просидел 14 дней, а вирус остался. То есть он может заразиться какого-то дальше, нам нужно это остановить. И я всегда говорил так, лучше, чтобы этот месяц, как раньше было, больше посидеть дома, чтобы эта пандемия еще больше снизилась, а потом уже снимать ограничения, чтобы более идти на развитие экономики. Сейчас, я считаю, нужно думать больше о том, как развивать экономику, как продолжать наши действия, которые, я считаю, адекватные, они хорошие, но вот сейчас явно нужно думать об экономике, как, чтобы не было больше безработицы, чтобы людям было работа, чтобы были деньги на проживание, на оплату счетов, это самое главное сейчас. Не увеличился, кстати, спрос, например, в пожарной службе, в госполиции, в погранохране? В смысле, о чем? Спрос на людей. Вам не хватает, например, сотрудников, вы объявляете конкурсы какие-то, набираете людей? Да, конечно, я вообще в это время очень использую это время, чтобы привлечь к Министерству внутренних дел, к органам, те люди, которые, может быть, работали в частном секторе, которых остались без, ну, скажем, без работы или их зарплата очень снизилась, и мы, например, нашли то же самое нового руководителя информационного центра, привлекли, очень хороший специалист, тоже девушка, можно сказать так, вместе работаем, чтобы модернизировать наши службы, как, например, один летом, я считаю, ну, в этом году я попытаюсь внедрить аудио-видео протокол для расследования уголовных процессов, который поможет меньше тратить время на расписание протоколов и увеличить качество расследования, мы хотим произвести в дальнейшем продолжить обучение в онлайн, кроме практических обучений не только колледж полиции, но объединить все три колледжа, это на пограничнике, это пожарники, то есть они как бы отдельно учатся, но онлайн каждый может зайти в каждом колледже и посмотреть онлайн лекции, то же самое, которые хотят в дальнейшем идти к нам, а работать они не тоже, ну, скажем, средние школы, как они могут зайти в эту платформу и посмотреть, посмотреть и так далее, то есть мы очень идем сейчас на модернизацию, я считаю, что нам это получится, и много хороших еще дополнительных результатов мы достигнем и в этом году. Толчком для модернизации и дигитализации наверняка послужила эта ситуация, в том числе многие говорят, что то, что планировалось вводить, может быть, годами, месяцами, сейчас за несколько недель пришлось просто ввести, поэтому никуда от этого не деться. Ну, именно, и я тоже показываю, например, если я в университете, магистратуре учусь в онлайне, который мне помогает одновременно не тратить свое время работать, учиться, так и мы своих органов сделаем так, чтобы онлайн-академии, скажем, колледжи были, и я считаю это правильным способом дальнейшей учиться, и немножко продолжая в отношении кадров, мы выслали письма АРОДБЕДРИБЕС, да, профсоюза, профсоюза, да, насчет авиации, железнодорожников, и мы просили, если у них тоже есть возможность, они могут своих работников, которые остались без работы, направлять к нам, и как закончится это чрезвычайные случаи, самых, ну, скажем, нужных для нас, которые мы видим перспективу для службы внутренней системы, мы их будем брать на работу, если, конечно, они останутся, и если у них дальнейшее желание остаться и работать у нас. По поводу других преступлений, как мы уже в самом начале вы отметили, что действительно работы меньше не становятся ежедневно, и все равно преступления происходят несмотря ни на что, и возможно сейчас как раз таки время, когда и онлайн преступления тоже увеличивается, их количество так называемых киберпреступлений, мошенники через интернет, видите ли вы увеличение здесь? Да, конечно, это киберпреступление увеличивается, потому что очень много людей проводят время в интернете, смотрят разные возможности, закупки делают, и так далее. То есть я людям очень советую не давать свои данные, не использовать какие-то непонятные сайты, смотреть за, как говорится, за свою киберпреступлений, гигиены. Мы видим, что повышается мошенничество и в виртуальном виде, и в экономическом плане. Одна вторая еще проблема, не только кибер, скажем, не киберпреступления, что есть, у нас насилие, а тоже повышается. Мы как-то тоже пытаемся решать эти вопросы превентивно работать. Ну и мы видим, что очень большая проблема фейк-ньюс, дезинформация в этой отрасли работают и госслужба безопасности, и госполиция. Вот, например, сегодня у нас было оперативное собрание, и госслужба нам дала сведения, что выявлено более-менее 60 групп в Фейсбуке, которые распространяют антигосударственные послания, то есть это часть дезинформации из других стран, более-менее 50 тысяч профилей в соцсетях распространяют дезинформацию, и более-менее, скажем, ну, эти основные темы, это потеря суверенитета страны, желание создать в обществе какую-то панику насчет этого COVID-19, и, конечно, ненависть репатриантам. Было начато пару уголовных процессов, но одновременно 23 февраля я уже был, созвал, скажем, такую рабочую группу, допросил не только от моих работников, но и от участников других министерств дать конкретные предложения в изменениях в нормативных актах, ну, скажем так, от полиции и от службы госбезопасности они дали конкретные предложения, как изменить не уголовный закон, а специальные законы, которые предусматривают ограничения или, как сказать, delete fake news, чтобы их удаляли, да, вот это самое главное, потому что невозможно же против всех начинать уголовные процессы, потому что субъекты, каналы, откуда происходят и приходят эти все информации, они не только в Латвии, но они за рубежом и то есть нам нужно использовать, фиксировать разные инструменты и уголовный процесс, и чтобы была конкретная возможность ограничивать и удалять эту информацию, но в том числе самое главное последнее, мы и за свободу слова, чтобы были, скажем, ну, соблюдены права человека высказывать свое мнение, да. Вот то, что вы упомянули, 60 групп, это именно касательно Латвии, да, выявлено? Нет. Это всего в общем по миру? Да, потому что служба безопасности не смотрит, ну, а как, они вообще смотрят группы, которые относительно работают против интересов государства Латвии. По поводу насилия, да, вы упомянули, мы сегодня с утра разговаривали с министром благосостояния Рамона Петрович, она тоже отметила тенденцию к увеличению насилия, она сказала, что увеличивается количество звонков на номера, которые могут как-то проконсультировать и оказать какую-то психологическую первичную помощь. Что вы наблюдаете, это какое насилие больше и как часто действительно приходится выезжать, это дети, это женщины, может быть, мужчины? В целом это основной это конфликт в семье. У нас, например, был такой случай, когда в одной семье муж с приятелем пили и выкинули женщину из окна. Очень тяжкие, очень тяжкие, тяжкие телесные повреждения. Ну, это вообще нансайз, потому что, я еще раз говорю, мы обращаем внимание в отношении, чтобы ограничить и снизить насилие. Одновременно мы уже до этого работали, но вот сейчас у нас тоже с господином Гришиным, ну, параллельно мы дискутируем и работаем, как не только чтобы развивать полицию, но чтобы как сделать инструменты, чтобы внедрить общество. Потому что вы сами должны понимать, вот, знаете, нужно поменять модель вообще работы. Если в Латвии всегда говорит, ну, все должно выполнять полиции, но это не так. Потому что те страны, которые являются топ-5 более, скажем, безопасные, это всегда работа вместе с обществом. И нам нужно сделать этот инструмент, например, neighborhood, когда, то есть, ваш, скажем, ваш сосед присматривает за вас. Если я вижу, что, например, в соседней квартире все время происходят конфликты, ну, я извиняюсь, это не стукач, а вы должны позвонить, чтобы, ну, дать информацию, чтобы мы приметили эту квартиру, приехали, чтобы, не дай бог, не дошло до телесных повреждений или для, на, на убийство. Бывает же так, что люди, это не мое дело, ну, пусть они сами разбираются, это не так. То есть, это отношение и общество. Этот случай, который вы описали, это уже вот в последнее время, да, когда чрезвычайная ситуация была объявлена. Да, именно, да. Если говорить про, про, про фейк-ньюс, то, что вы отметили, что действительно здесь очень тонкая грань между свободой слова, разновидностью мнений и действительно, вот этими вот фейковыми новостями, как здесь различить, есть ли какие-то критерии четкие, по которым понятно, что это фейк-ньюс? Если человек, например, не так понял, вот когда просто были эти два плюс два, тоже первый день, не понимали, в каком количестве могут ли работники одной компании, если они коллеги, втроем выйти. Было много разных мнений. Вы знаете, здесь такая интересная тема. Я вчера прочитал статью, где была опубликована такая статья, что смотрели, как распространяется фейк-ньюс. И самая большая проблема в том, что нормальные, простые люди, они даже не прочитают эту статью, они просто шер делают в фейсбуке. Ну, вот вам нравится название какое-то, вы даже не прочитали, вы просто делитесь информацией и комментируете. Так что, в принципе, самый первый этап это как-то учить, распознавать, вообще не нужно автоматически самому включать шер, пересылать своим друзьям это все, скажем, информацию. Это нужно начинать с общества. Второе, мое предложение было, которое, конечно, не в моей сфере, но я тоже интересно, я работаю хотя бы с коллегами, я говорю, все начинается в школе тоже. То есть, если у нас есть такой предмет, предмет социалозинатный, так в этом же предмете же можно учить, например, как распознавать, как мне шерить такую информацию, что такое фейк-ньюс, что такое информация. Я вообще не вижу, что в школе учили бы логически думать. Я вообще не вижу, что, ну, не то в смысле, я хочу сказать, чтобы люди думали логично, чтобы они начали распознавать, критически думать в отношении информации. Это начинается от молодежи. В школе такого предмета, ну, скажем, или сути в каком-то социалозинатном пока нет. Я хочу, может быть, чтобы то же самое образование, система, начали думать в этом направлении. Это очень важно. Ну, а дальше это, конечно, изменения в законодательстве. Мы видим, что дефиниция, ну, она должна быть довольно эластичной. То есть, нет конкретного вот это да, это нет. Но мы видим, что дезинформация комбинируется. Есть частично правдивая информация, которая комбинируется и несправдивая. А есть такая информация, которая, например, просто задаются вопросы. А как вы думаете, а может быть так, что этот вирус был произведен специально для того, чтобы... То есть, они не говорят, что да, это так, но просто задается вопрос. Ну, и вот дальше такие тролли начинают пересылать информацию. То же самое касается, чтобы обсудить, вот о Латвии успешно или нет. Но если я вам задам сейчас этот вопрос, например, по поводу происхождения вируса или по поводу того, успешно Латвия или нет? Я считаю, что Латвия работает, принимает адекватные решения, но я еще раз говорю, в отношении мне кажется, я сейчас считаю, что самое главное путь, который мы должны идти, это не допустить риска бедности в стране, безработицы и более тщательно внедрить финансирование на экономическое развитие. Что касается вируса, я не знаю, посмотрим, и производится расследование, если это будет констатировано, ну тогда повлечет соответственность, но не надо распространять фейк-ньюс. Я имела в виду, считали бы ли вы это некой провокацией для фейк-ньюс, если бы я задала вам такой вопрос. Ну, услышала вы. Я вам скажу от себя, я не пересылаю такую информацию. Я своим, я своим, нет, ну это самое главное, я своим друзьям, и вот у меня тоже очень много следят за моим аккаунтом в фейсбуке. Я не пересылаю информации, возможно ли. Мы, если я что-то пишу, если отвечаю, я отвечаю по фактам, если я что-то знаю, если что-то сделал, если какой-то результат, мне неинтересно распространять какие-то возможные, там, не знаю, конспоративные теории. Это не нужно делать. И тогда уже улучшится гигиена и в наших соцсетях, и все будет более лучше. Мы примем звонок очень коротко, попрошу, совсем мало времени у нас, вернее, его совсем нет. Здравствуйте, очень коротко, задайте, пожалуйста, вопрос. Здравствуйте, поправить чуть-чуть. Значит, бедность, это минималка плюс 30%, а нищета, это меньше минималки, так что у нас риск нищеты уже давным-давно, вы, наверное, просто его не замечаете. Вопрос есть. Вопросик, да. У нас президент очень часто как бы озабочен русскоязычным населением, то есть русский язык ему мешает, он часто стравливает людей просто во всех своих выступлениях, вы можете ему как-то поправить, наметить, какой-то он озабочен, вот в одну сторону, вот русский язык, там сократить русское вещание, спасибо, мы вас услышали, мало времени у нас. Да, ну, во-первых, я немножко подкорректирую, не то, чтобы я не замечаю, именно мы замечаем, я именно замечаю, то, что я прошу, даже очень важно, чтобы государство финансировало частичный простой, то есть, чтобы не распределялись только деньги для тех, которые не работают, а тех, которые уменьшаются зарплаты, это очень важно, потому что государство должно не только думать о тех, которых нет работы, но и помогать тем, которых сниживается уровень доходов, и тем более сейчас кризис, любой кризис, это возможность, чтобы развивать нашу страну, чтобы поддерживать наших производителей, чтобы искать новых рынков, чтобы думать, нужно просто более тщательно не только решать повседневные проблемы, но и думать о будущем, как быстрее обгонять наших конкурентов в соседних и вообще в глобальном смысле других стран. Последний уже, наверное, вопрос задам, времени у нас не остается совсем. Сейчас министерства говорят о том, сколько им удалось сохранить средств и сэкономить за счет проведения конференций, командировок, за счет других разных мероприятий. Удалось ли министерство внутренних дел что-то сэкономить за это время на такого рода мероприятиях? Даже перед тем, как премьер выдал такое поручение экономить, я уже сделал очень многое, чтобы экономить деньги, потому что я всегда говорил, то, что мы сэкономим, это мы отдаем людям, чтобы были зарплаты, чтобы оно пошло на модернизацию. Хотим один такой, может быть, простой пример, я даже выключаю электричество. Я вот министерство, мне выключено электричество более пары тысяч евро, ну, я сейчас не скажу вам точно, но было сэкономлено, то есть я даже смотрю на такие мелкие вещи, чтобы без денег горело электричество, это очень важно. И, ну, сегодня, да, у меня был отчет по нашим сэкономленным деньгам, они, конечно, там являются пару сотен тысяч евро, но там есть два принципа, мы один, это мы отплачиваем обратно госбуджет или распределяем на другие приоритеты, потому что министерство внутренних дел, ну, вы знаете, мы не настолько богатое министерство, в которых было очень много денег, и что у нас не было возможности, где их распределять. Я уже говорил, основной принцип это модернизация, чтобы в дальнейшем мы меньше использовали, ну, скажем, ресурсы, и более, более сэкономленные деньги могли бы повышать зарплаты, ну, если это возможно. я не знаю, как будет в этом кризисе, но первое, то, что я всем хочу сказать, своим сотрудникам, я о них думаю, я за них борюсь, и я хочу, чтобы в этом, даже в этом критическом случае, чтобы остались те же социальные гарантии, зарплаты, которые на нынешний момент я никак не позволю идти в тот путь, чтобы их снизили, и не будет увольнять люди от Министерства внутренних дел и органов и служб, потому что внутренняя безопасность и все наши люди это позвоночник нашей страны, это мое понимание. Пару сотен тысяч евро, уточню, это сколько? А вот это я вам уточню попозже, потому что эти финансы, они действительно перебирают финансовый департамент, не только министерство, но и наши другие службы есть поручения искать свободные деньги, есть, и действительно не только мы сэкономим, но мы их будем давать или на зарплаты, или на модернизацию. Внутри министерства будет использоваться. Спасибо, министр внутренних дел Сандес Гиргенс был гостем по скайпу, спасибо вам, удачи, можем пожелать только и успехов в вашей работе и вам и вашим сотрудникам. Анастасия Смоловская. С вашей поддержкой и с поддержкой общества. Следите, помогайте, будем сотрудничать и будем уважать друг друга. Спасибо.